Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня хочу показать вам свои пустые ванночки за январь месяц. В этот раз их скатилось достаточное количество, так как были январские праздники, и было побольше времени, чтобы это все использовать. Просто обычно у меня в ванной стоит по несколько гелей для душа, по несколько шампуней, и, конечно, все это медленно расходуется. Сразу хочу попросить прощения, если буду кашлять, так как я вчера по собственной глупости простудилась, пришла домой из студии, решила поваляться на ковре с собакой, посмотреть видео на YouTube, ну, в общем, в итоге я заснула минут на трюки, ну, окно было открыто, так что сегодня у меня было доброе утро, кашель, соответственно, за окном пасмурное, и в завершении всего прямо из-под носа увели помещение мечты. Я хотела арендовать помещение под свою маленькую студию, вчера нашла на сайте ЦАН объявление, в общем, позвонила сегодня, но уже кто-то опередил и подписывает договор. В принципе, наверное, расстраиваться не стоит, значит, оно не наше, и помещение мечты меня еще ждет. И первое, что я хочу показать из пустых баночек, это гель для стирки с деликатных тканей, шерсти шелк, ласка, 1 литр. Классное средство, у него приятный аромат, он хорошо выполаскивается, справляется со своей задачей, очень бережно подносится к тканям, и мне нравится. Мы не первый раз его берем и обязательно поставим покупку. Следующее средство, которое у меня закончилось, это шампунь для всех типов волос, бережный уход с ароматом ромашки и земляники, 400 мл. Этот шампунь я покупала в магазине Fixed Price, очень он мне понравился. Во-первых, он действительно бережно относится к волосам, у меня волосы ослаблены, и кончики вообще это самая большая проблема. И бывает так, что какой-то шампунь просто превращает волосы в мочалку, и восстановить их бывает очень сложно, уходит на это несколько дней. Поэтому этот шампунь действительно бережно относится к волосам, аромат шикарный. Как правило, аромат клубники, земляники, даже если он более-менее как бы и пахнет как натуральный, все равно бывают химозные нотки. В данном же случае, вот как будто вы пошли в лес, набрали ягод и как бы помяли их. Вот такой вот аромат натуральный, и, собственно, зимой это вообще очень классно, когда ванна таким летним хорошим ароматом наполняется. А когда вы смываете этот шампунь, у вас остается очень приятный запах ромашки на волосах. Ну, хотя он очень такой нежный, едва уловимый, но тем не менее. Так что шампунь я, конечно, могу вам рекомендовать. У меня он есть в запасах. Наверное, оставлю его на следующую зиму. Буду использовать, потому что действительно мне нравится вот эта идея зимой, когда такой летний аромат настроение поднимает. Еще у мамы закончился шампунь утреней розы, также из магазина Фикс Прайс, 400 мл. На самом деле классное средство. Правда, здесь я ставлю не пустую бутылочку, которая сейчас пойдет уже в ванную комнату, буду ее ставить. Просто я не предупредила маму, и она выкинула бутылочку. Мы уже не первый раз используем этот шампунь. У нас, наверное, 2 или 3 флакончика уже использованы, и примерно столько же еще есть в запасе. Шампунь также хорошо справляется со своей задачей. Так, он, значит, у нас для сухих, кстати говоря, волос. Бережно относится к волосам, и аромат у него очень натуральный, очень приятный. Так что всем могу рекомендовать. Я тоже украла волосами. У меня закончилась еще вот бальзам-ополаскиватель объем и силы пшеницы и лен от чистой линии. Так, здесь у нас 250 мл. Хороший бальзам. И шампунь у меня также есть сейчас на запасах. Покупаю регулярно, ну, чередую с какими-то другими шампунями и бальзамами. Бальзамами действительно придает объем, но такой натуральный объем, и аромат приятный. Волосы расчесываются после хорошо, поэтому это моя не первая и не последняя покупка этого средства. Могу рекомендовать. Да, кстати говоря, у меня еще есть средства для волос. Во-первых, это бальзам-ополаскиватель с экстрактом череды фабрики Свобода серия Балет. Отличный бальзам. Я его периодически беру. У него травянистый аромат, очень приятный. Волосы потом хорошо расчесываются. Так что могу рекомендовать. В принципе, я еще очень хорошо отношусь к массажному крему Балет. Но когда-то у меня был тональник. Видела иногда отзывы, причем молоденьких девочек, когда они держали так вот двумя пальчиками тональник фирмы Балет и говорили, я его не знаю зачем купила. Боюсь пользоваться. Да и ничего такого не будет. Шикарный, собственно, тональный крем. Конечно, ну, например, я пользуюсь сейчас Афелитон от Мейбелин или Атлаокситан тональным кремом. Ну, естественно, это гораздо лучше. Но лучше в чем? Тональник, например, Балет, ну, он просто, наверное, может пачкать одежду. Но для кожи никакого вреда. Наоборот, как бы очень, так и смотрится хорошо. И поры не забивает. Так что отличное средство. Еще из средств для волос у меня закончился бальзам ополаскиватель утренней розы. Также фабрики Свобода. Я его всегда беру пару вот к этому шампуню. Вот в ближайшее время поеду в Ашан и повторю покупку. Натуральный аромат. Волосы после очень хорошо расчесываются. Так что я довольна. Так, еще из средств для волос закончилась краска Фаберлик номер 7-4. Это мой рыжий цвет. Краска шикарная. До этого я пользовалась гарниер, но гарниер стоит дороже. Краска не стойкая была. Сползала постоянно с кончиков. Вот. Приходилось часто краситься. Этой краской я покрасилась три недели назад. Может быть, даже чуть больше. Краска отлично держится на волосах и на кончиках в том числе. Волосы выглядят более здоровыми, ухоженными. Так что мне нравится. Ощущение, что, знаете, как будто они более сильные. Вот так вот содержимое выглядит. Стандартная бутылочка. Также вот это сверкло в тюбике. Бальзам ополаскиватель. Ну и, соответственно, инструкция и перчатки. Так что краску могу рекомендовать. И во втором каталоге, который сейчас действует, акция при покупке двух, каждая краска по 119 рублей. В ценах консультанта это где-то 95 рублей. Так что очень выгодно. И такая же краска, только цвет 1.0, черный, закончилась у мамы. Мама также довольна краской, потому что стойкая. Кстати, гарниер еще и подушку иногда окрашивала. Вот седину вот эта краска закрашивает. Так что мы довольны и в этот раз запаслись. Так, по-моему, из средств к уходу за волосами у меня все. Сейчас еще покажу немножко бытовой химии. Во-первых, это гель для стирки цветных тканей Велоруси Экспрайс. Мы его постоянно берем. Шикарный гель. Приятный аромат. Это не вызывает у меня как бы никаких аллергических реакций, потому что при обычных там порошках я обычно начинаю чихать и так далее. Этот гель очень хороший, выполаскивается. В общем, классно. В этот раз Экспрайс этого геля не было. Был The Star. Я его купила, попробовала. Также хороший, поэтому и то, и другое могу рекомендовать. На стол класть не буду, потому что протекла в этот раз упаковка. И чтобы ничего не запачкать, уберу в сторону. Еще у меня закончился вот такой бальзам для мытья посуды с алоэ вера. Здесь 500 мл. Очень хорошее средство. У него натуральный аромат, но и, соответственно, со своими функциями он прекрасно справляется. Еще одно средство для мытья посуды, тоже бальзам 500 мл. и аромат также алоэ вера. Вот у этого средства отвратительный аромат, просто жутко химозный, противный. Но само средство хорошее. Во всяком случае, нареканий нету. И более того, когда посуду моешь, уже аромат не столь противный. У меня, кстати говоря, есть несколько отдушек для мыла, которые примерно так же пахнут, я никогда не пользуюсь. Там одна нотка какая-то забивает основной аромат. Покупала я это в магазине заодно еще по 42 рубля. Следующее, что у меня закончилось, это гель для душа черная сморозина Аквафрут из магазина Фикс Прайс. Здесь у нас 400 мл. Мне понравилась, во-первых, такая пузатая баночка, металлическая крышечка, очень красивая этикетка, был такой же вот насыщенный фиолетовый цвет у геля. Аромат просто шикарный, натуральный. Хотя, знаете, то, что я сейчас скажу, может быть, меня закидают дизлайками, на самом деле не хочу никого оскорбить, просто, знаете, я уже очень часто читаю и в интернете, и просто люди рассказывают, что аромат на родину пахнет кошками. Я, конечно, у меня нет кошки, я не знаю, как пахнет кошками. Вполне вероятно, что и похоже может быть, но все-таки, мне кажется, во-первых, мне не стоит об этом особо говорить, не стоит опошлять аромат смородины, потому что на самом деле аромат смородины это аромат натуральный, а когда в квартире пахнет кошками, это просто элементарно вы не досмотрели за своим животным. Опять же, не хочу обидеть никого, потому что на самом деле всяко в жизни бывает, но, например, я знаю одну женщину, у которой всего одна кошка в доме, причем живут достаточно благополучно, но когда она открывает дверь своей квартиры, просто, простите, воняет, я бы не сказала, что смородины, просто мочу откровенно, причем очень ужасно воняет. При этом у меня есть, вот у моей ученицы, она мне рассказывала, что две подруги, они живут как бы вместе, и у них три кошки, при этом вообще никакого запаха нет, никакой шерсти нету, ну, потому что они очень следят за своими питомцами, поэтому, знаете, если даже есть какая-то связь, ну, не знаю, просто надо за своими животными следить больше, а аромат смородины просто прекрасный, хотя я понимаю, что на вкус и на цвет, но просто если бы следили люди за своими животными, то, наверное, и не было бы ассоциации смородины, простите, кошачьей мочи. У меня закончился крем для рук, чистая линия, нежное питание, покупала я это средство в магазине FixPrice, просто шикарный крем, хотя я не могу сказать, что в нем прям есть что-то супер особенное, хотя он просто, во-первых, имеет приятный аромат, во-вторых, он действительно справляется с проблемами, да, какими-то вот, все, что здесь написано, все этот крем выполняет, то есть он делает кожу мягкой, он ее как бы питает, увлажняет, и крем сам по себе очень быстро впитывается, поэтому мне так он понравился, почему-то вот прям всегда руки тянулись именно к этому, к этой как бы упаковке, хотя у меня в использовании очень много кремов, и там, и фраше, и на окситан, но почему-то всегда руки тянулись именно к этому крему, так что я его могу посоветовать, и недавно ходила в Фикс Прайс, и приобрела и для дома, и для работы такой крем, в общем, очень классный, очень мне понравился, он меня вообще ушел в рекордные сроки, буквально за месяц, такого никогда не было, зубная паста у меня закончилась нахер, с серебром из Фикс Прайс, здесь 100 грамм, эту зубную пасту мы периодически покупаем, она хорошая, ну, в общем, могу рекомендовать, если не пробовали, еще у меня закончилась пенка для умывания от Бель Коктейль, лимон, лайн и молоко, классная пенка, если бы она еще продавалась в Фикс Прайс, или где-то ее в другом магазине вижу, приобрету с радостью несколько штук, чем она мне нравится, во-первых, она нежнейшая, когда прикасаешься вот к лицу вот этой пенкой, ну, такие нежные, приятные ощущения, ну, что просто супер, очищает прекрасно кожу, после кожи не стягивается, и даже вот смывает и косметику, и тональные крема, и Би-Би-крема смывает, если после на ватный лист нанести лосьон, протереть лицо, ватный лист будет просто чистый, так что я очень рекомендую, я купила три штуки, вот эту использую здесь, в Москве, то есть она у меня быстрее всего закончилась, клубничную подарила дочке, своей подружке, а банановую у меня как бы я в Питере на даче у друзей оставила, там использую, в общем, супер, средство, прям вообще восторг, и следующее, что хочу показать, это уже достаточно стандартная, пустая баночка, дезодорант адидас, 6 в 1, ароматы различные, я их, конечно же, чередую, дезодорант не вызывает привыкания, кожа после использования просто идеально сухая, даже когда я там по 6, по 8 часов практически без остановки танцую, единственное, использовать его надо желательно на ночь, если вы хотите, чтобы был эффект сухой кожи, то есть, приняли душ, воспользовались дезодорантом, ложитесь спать, утром просыпаетесь, и все, это точно хорошо все высохло, одежду пачкать не будет, и будет такая надежная защита, если, конечно, вас очень напрягает, что там, как бы, вы привыкли, может быть, утром принимать душ, но ничего страшного, можно принять душ, главное, не терять мочалкой подмышечной впадины, тем более, что всю ночь этот дезодорант будет вас отлично защищать, я его покупаю обычно в Питере, в Улыбке Радуги, там он достаточно дешевый, там же у меня закончилась жидкость для снятия лака, роза, мнения, как я поняла, на YouTube разделились, кому-то нравится, кому-то нет, ну, это естественно, лично для меня это средство очень хорошее, любимое, многие говорят, что пахнет ацетоном, хотя здесь, кстати говоря, написано без ацетона, но я таким обычно надписям не верю, и меня совершенно не пугает наличие ацетона, я вообще, у меня даже, когда был просто ацетон, я прекрасно смывала, даже при наличии жидкости для снятия лака, я прекрасно снимала лак ацетоном, и от этого ногтям ничего плохого не было, тем более, что если не добавят ацетон, добавят еще какую-то гадость, поэтому ацетон это не страшно, что касается аромата розы, знаете, он есть, просто сначала открываете бутылку, пахнет ацетоном, сняли лак с ногтей, и потом вот от ногтей будет такой исходить действительно натуральный аромат розы, так что это средство уже у меня не первое и не последнее, в запасах несколько флакончиков имеется, и лично мне очень-очень нравится. Еще из стандартных пустых ванночек туалетная вода Love Is цветочная из X-Price. Изначально, как я говорила, она покупалась просто, чтобы, ну, в качестве освежителя воздуха, но аромат у нее оказался настолько неожиданно просто дорогим и шикарным и похожим на мои любимые клемат Ланком, что, в общем, я стала пользоваться им. Мне очень нравится. Всегда у меня в сумочке есть, тем более, что оригинальные клема никогда не положишь в сумку, там придет и крышечка, но в любом случае может пролиться. Поэтому для меня это незаменимая вещь. закончилась у меня крем масла для тела от Сеффора, если я правильно произношу, 200 мл. Вот такая баночка, аромат манго, но здесь уже, в общем-то, ничего не осталось. Аромат мне понравился, достаточно вкусный, причем, чем меньше здесь оставалось, тем аромат был вкуснее. Крем был белый, густой, это вот именно то, что я очень люблю. Еще закончилась у меня такая баночка целевой пилинг. Это у нас северная жемчужина. Покупала я в магазине Fixed Price. В принципе, для тела, как оказалось, целевые пилинги мне не подходят, у меня сразу щипит кожу, кожа краснеет, в общем, ощущения неприятные. Аромат горький апельсин, действительно, это очень хороший аромат. Сейчас в основном все производители делают какие-то ароматы сладкие, так что для меня это удача, что купила именно горький апельсин. Но в качестве пилинга для тела я его не использовала. Какое-то время я просто стоя под душем добавляла в ванну, кидала горстичку просто для аромата, а потом стала использовать в качестве пилинга для пяток. В общем, хорошее средство со своей задачей хорошо справлялся. Еще у меня закончилось жидкое мыло бархатные ручки, мандарин и корица. Изначально очень не то, что неприятно, но резко это мыло пахло, но чем меньше оставалось в бутылочке, тем приятнее был аромат. я как поняла, просто скорее всего действительно это два эфирных масла, поэтому перед употреблением нужно бутылочку скорее всего встряхивать, тогда аромат будет сразу приятным. Ну, потому что здесь явно не действует принцип остатки сладки, потому что у меня в запасах есть еще один флакончик, и в общем-то скорее всего речь действительно идет о том, что тут добавлено не отдушка, а эфирные масла, поэтому надо встряхивать. Сам крем очень хороший, он руки не сушил, и в целом я довольна. Хотя меня многие друзья спрашивают, как это ты пользуешься жидким мылом, если ты сама делаешь мыло. Ну, так вот я своим мылом пользуюсь чаще всего, но мне иногда до смешного доходит, бывает лень руки мыть, поэтому мне проще нажать на помпу и помыть таким образом, ну, потому что действительно удобно нажимаешь и тебе уже и мыло. закончился у меня стерилин гель для рук очищающий от флоресан. Ну, хорошее средство, хотя долго оно не заканчивалось. Еще выбрасываю также стерилин, также от флоресан вот в такой упаковке. То и другое я покупала в Сикс Прайс. Собственно, сначала у меня оно и закончилось. Такая была классная нежная пенка, мне очень нравилась. И потом я уже перелила из этой бутылочки. Так, в общем, она вот такая жидкая и уже пенку не давала. Поэтому все это выбрасываю. Но само средство было хорошее. В принципе, если бы сейчас продавали Сикс Прайс такое, наверное, вот именно в этой упаковке я бы повторила покупку. Выбрасываю средство для снятия макияжа три в одном. Рецепты бабушки Агафьи. Средство хорошее. Мама его часто покупала, но потом просто ей надоело. И вот недавно разбирались на ванной, нашли эту упаковку и поскольку срок годности закончился, то выбрасываем. Но в целом хорошая средство. Так, еще у меня закончилась гигиеническая помада. Вот такая, она китайская. Я ее купила в Ашане. Состав был очень хороший. Использовала ее до конца. Приятный нежный аромат. Легко наносится на губы и хорошо ее защищает. Стоило это средство в Ашане, по-моему, я осенью покупала или в конце лета, стоило 24 рубля. Если еще увижу, то с умовольствием поставлю покупку. Выбрасываю гигиеническую помаду от чистой линии. Вообще я хорошо отношусь к чистой линии. Эта помада хорошо пахнет травками, но закончился срок годности. Почему я редко пользовалась? Потому что она как-то комками. Не очень ее приятно на губы наносить. И собственно в этот раз, когда я была в Ашане, там распродажа была на всякие бальзамы, гигиенические помады. И это средство стоило 65 рублей. Но честно сказать, оно не очень стоит этих денег. Депантенол гигиеническая помада. у меня сейчас в использовании, поэтому выкидываю исключительно упаковку, но я думаю, что мне этой помады хватит еще дня на три. Она не очень экономичная, но стоит бюджет на 27 рублей и вообще шикарно. И защищает губы, и если они потрескавшиеся, их восстанавливает. Так что очень рекомендую. Сейчас продается в Ашане. Во всяком случае в Москве в Ашане Марина Роща точно есть. Дальше у меня закончились салфетки вот такие вот из Фикс Прайс Кот-Т детские. Но я их покупаю для себя, ношу в сумочке. Хорошие салфетки, ничего особенного, нормальные для своей цены. Конечно же у меня еще закончились Ашановские каждый день детские большие упаковки. просто я в этот раз их не оставила. Но показываю их регулярно и в покупках и в пустых баночках. Так дальше для дома у меня закончились вот такие освежители воздуха из Фикс Прайс. У меня еще была лаванда. Это роза и жасмин. Роза пахла химозно. Жасмин и лаванда пахли вполне прилично. Но аромат вот с этими палочками не очень хорошо распространялся по комнате. Поэтому попользовалась, но покупку я больше не повторю. Дальше у мамы закончилась подводка от L'Oreal. Не помню сколько она стоила, я ее покупала. Вроде бы рублей 400 что ли 450 в ритуале. Мама была довольна подводкой. Вот и если бы мы сейчас не купили от Faberlic, то я бы приобрела ее. Также еще у мамы закончилась одна подводка от Финель. Она достаточно была бюджетная. Стоила 50 рублей в Ашане. Какое-то время мама ей попользовалась, хотя не до конца. нереканий не было. Хотя в принципе как и восторгов. Хотя Финель это очень хорошая фирма. Закончились у меня стикеры чистоты. Вот такие утенок. Ну со своей задачей хорошо справляется, но аромат химозный. В следующий раз я скорее повторю покупку полосок чистоты от Доместос или же Ашановские каждый день. Потому что аромат у них явно лучше, а все остальные функции выполняются так же хорошо. Выбрасываем салфетки HomeStar из FixPrice. Они хорошие, просто у нас уже долго пролежали и в общем высохли. и последнее что я покажу это вот выбрасываем вот такую вот розу. Это когда я еще училась в школе на мальчике на 8 марта дарили. Там была какая-то жутко лоняющая туалетная вода. Ее даже не открывало честно говоря. все это выдохлось, выветлилось. В общем-то пришло время ее наконец-то выбрасывать. Тем более что никаких приятных воспоминаний о школе у меня нет. Так что выбрасываю совершенно без каких-либо сожалений. В общем-то это были все мои пустые баночки за январь месяц. Если вам видео понравилось ставьте лайк. Мне это будет очень приятно. Подписывайтесь на мой канал. Еще раз спасибо за внимание и пока.